Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Крупецков, я представитель редкой профессии сырной сомелье. Я проходил обучение в Британской Академии Сыра, также я председатель жюри самого крупного российского конкурса «Лучший сыр России». И сегодня я хочу с вами поговорить о том, как определить, есть ли пальмовое масло в сыре. Здесь не будет много воды. Скажу сразу, определить это невозможно. Вот смотрите, берем кусочек сыра, внешне, там, по срезу, по вкусу, невозможно это сделать. Все эксперты, которые вам говорят, что вот я попробовал сыр, чувствую пальмовое масло, нет, это невозможно. Все сыры забиваются вкусовыми добавками. Я слышал, что некоторые пытаются определить, там, ультрафиолетом. Кто-то говорит, что если положить кусочек сыра в микроволновку, то выделится такая лужица сыра, этого, жира, это значит пальмовое масло. Это все неправда. Единственный способ определить, есть ли в сыре пальмовое масло, это взять сыр, отнести его в лабораторию, провести тесты и посмотреть. Например, в лаборатории для определения пальмового масла, для определения других растительных жиров, для определения, например, говяжьих жиров в сыре. Это тоже, кстати, очень модный сейчас заменитель, дешевый заменитель молочных жиров. Используются разные тесты. То есть вам нужно выбрать определенные виды тестов для определения конкретных показателей. Один тест для растительных жиров, один тест для пальмового масла, один тест для говяжьих жиров. Друзья, в завершение хочу сказать, что если вы ищете натуральные сыры, сыры, сделанные из молока, то обращайтесь к нам. У нас самая большая федеральная сеть сырных лавок в России. Называется магазин «Сырный Сомелье». Все сыры в наших лавках проходят лабораторные исследования, и все они сделаны из молока. Ссылка на магазин будет в описании. Ждем вас в гости, ребят, и обязательно найдем, чем вас удивить. Субтитры подогнал «Симон»!